Красота! Обожаю весенние праздники! Почти неделя свободы. Что делать будешь? Папа путёвки в Испанию взял. Наконец-то. Сто лет никуда не ездили. Везёт тебе. Да. А ты куда собралась? Не знаю. Пусть Игорь думает. Кстати, вот и он. Маша, а вы никуда не торопитесь? Может, подвезёте меня до дома? Подвезём, конечно. Привет. Привет. Значит так, девчонки, у меня к вам заманчиво предложение. А давайте махнём на праздники за город, а? Есть отличная база отдыха. Что за база? Я же говорю, отличная. С нами ещё друг мой поедет. Макс. А, это с которым мы в клубе были? Да. Он, кстати, недавно из армии вернулся. А мне-то что? Нормальный парень. И ты туда же. Слушай, он тебе идеально по гороскопу подходит. Меркурий в близнецах, представляешь? Заезжайте ты со своими гороскопами. Я не верю. В них сто раз тебе говорила. А зря. Так что, едешь с нами за город? Ребят, я бы с удовольствием. Ну, я уже Машке сказала. Мы с родителями в Испанию завтра улетаем. Жалко, вместе веселее было бы. Ну, ладно. Втроём поедем, да? Угу. Ларку домой подвезти надо. Не вопрос. Идём. Ир, ты дома? Я здесь, на кухне. Я здесь, на кухне. Так, ладно. Что еще? Чемоданы ты наверняка собрала. А, такси надо заказать заранее. Утром же улетаем. Юр, присядь, пожалуйста. Что? Присядь, я хочу с тобой поговорить. Что-то случилось? Да, случилось. Поесть что-нибудь приготовила? Извини, не успела. Юра, я уже мучаюсь две недели и никак не могу подобрать слова, поэтому я скажу прямо, я хочу с тобой развестись. Ириш, я не понимаю, это шутка такая? А тебе смешно? Ириш, о чем ты говоришь? Да что происходит? Юра, милый, да в том-то и дело, что ничего не происходит. Мы катимся уже по инерции. Понимаешь, мы с тобой живем и просто отнимаем время друг у друга. Как так? Так, а вот так, Юрочка. Я давно уже тебя не люблю. Неужели ты не почувствовал? Ну давай, а торгистом пополни. Спасибо. Да не за что. Давай, не скучай там. Счастливо. Привезу вам магнитики. Будем ждать. Удачи. Пока. Пока. Прости, Юр, я понимаю, для тебя это все неожиданно, но этот разговор должен был когда-то состояться. Ведь я живу уже с тобой просто по привычке, Юра. Понимаешь, по привычке. Мы вместе управляем компанией, вместе на работе, вместе дома. Утром проснулись, кофе, потом в офис, потом где-нибудь обедаем, вечером домой. Одно и то же. Я не понимаю, что же в этом плохого? А то, что я заранее, Юра, знаю, что будет сегодня, завтра, через месяц, через год. И так до конца жизни. И чего же тебе не хватает? Юра, мне эмоций не хватает, понимаешь? Мне нормальной жизни не хватает. Эмоций, впечатлений каких-то новых. Юр, я жить хочу, а не существовать. Прости. У тебя кто-то есть. Да какая разница? Дело ж не в этом, а в том, что я тебя, Юра, больше не люблю. Без любви жить я не хочу. Да и не буду. А его ты любишь. Кого? Ну, того, к кому собираешься от меня уйти. Не помешала? Лариса, ты давно здесь? Я все слышала, если ты об этом. Ну, раз все слышала, тогда будь добровый, пожалуйста. Мы с отцом еще не договорили. А я, вообще-то, ваша дочь. Полноправный член семьи, так что я имею право все знать. Расскажи-ка нам, мамочка, у тебя что, есть другой мужчина? Дочка, не надо так. Почему же? И кто он? Молодой накачанный Альфонс? Прекрати, Лариса. А я не понимаю, чего тут стесняться. По-моему, это нормально в твоем возрасте. Ты богатая и красивая женщина, можешь себе это позволить. Лариса. Что, Лариса? Не смей так разговаривать с матерью. Я, значит, не смей. Ей можно? Ей можно рушить нашу семью? Пап, ну давай, скажи, чего ты молчишь? Лариса, успокойся. Лариса, мы все взрослые люди, и мы в состоянии разрешить свои разногласия без ссор. Иди к себе. Пожалуйста. Избавь тон. Да пошли вы. Лариса. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Лариса. Было бы доброе, если бы мы всей семьей полетели в Испанию. А куда это ты собралась? А тебе не все равно? Ты же уходишь из семьи. Жить я буду с папой, а перед тобой я теперь отчитываться не обязана. Ну, Лариса, я твоя мать, и ты будешь отчитываться передо мной всю жизнь. Ну, перестань. Выйдешь замуж, и будет у тебя другая семья. А мы с папой уж как-нибудь. Я тебя еще раз спрашиваю, куда ты собралась. Я должна знать. Хорошо. Я, Маша и Игорь. Едем на базу отдыха. Не волнуйся, звонить буду. Все? На какую еще базу? В Красавино. Извини, я пойду, у меня мало времени. Лариса. Лар, привет. 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 Держи. Давай. Спасибо. А что случилось? То едем, то не едем. Накрылась наша Испания. В смысле накрылась? Что, у родичей опять Авраа на работе? Нет. Они разводятся. Да ладно. Как разводятся? Как, как, как все. Ну, дела. Слушай, Лар, я не понимаю. Твой отец так любит твою маму. Это все знают. Так он и любит ее. А вот она решила свалить из семьи. Вперед за новым счастьем. А она другого мужчину нашла? Откуда я знаю, Маш? Все, хватит об этом. Ладно, извини. А друг, где твой? По дороге захватим. Ну что, поехали? Едем. И что у нас с пятым корпусом по готовности? Заливаем четвертый этаж. Немножко задержка по смежникам и задержка по бетону. Три этажа готовы. Сделаем разводку по электрике. Отлично. Я на минутку. Смотри, снимать будем. Алло, Юр, можешь говорить? Послушай, я ничего не понимаю. Лариса собралась с друзьями на какую-то турбазу, толком ничего не объяснила. Это рядом с нашей деревней, я боюсь. Ларка расстраивается из-за нас. Не бери в голову. Она уже взрослая девочка, со временем успокоится. Все образуется. Да и мы с тобой вроде еще окончательно ничего не решили. Юра, пожалуйста. Мы уже обо всем с тобой поговорили. Обратной дороги нет и не будет. Я понял. А за льховку не переживай. Ларка ее не помнит. Мужики, я поехал. Сегодня еще заскочу. Здравствуй, Юрий Викторович. Ну и вот, смотри, тут нужно обязательно поставить кран, чтобы поднимать. Вот именно про это я тебе и говорю. Понимаешь? Да, Милиш. Лучше. Здорово. Привет. Как дела? Отлично. Падай. Подруга Маша из универа? Да, Ларисой зовут. Симпатичная. Ты, кстати, присмотрись, присмотрись. Классный парень. И что? Ничего. Да и красавчик там уже. Сводня. Погнали. Ага. Это Лариса. Мы с ней вместе в универе учимся. Привет. Я Максим. Я уже думала, вы никогда не заговорите. Вас увидел, растерялся. Со мной такое впервые. Гарик подтвердит. Подтверждаю. Ну что, поехали? Поехали. Игорь, вперед. Есть, капитан. 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 Ларис, значит, вы журналистка будете, как Маша? Будет ли Маша журналистка, это еще вопрос. А вот Ларка у нас на курсе самая талантливая. Такие статейки пишет, закачаешься. Ладно тебе, Маш, не преувеличивай. Ой, скромница. Она у нас, кстати, овен под знаком луны. Такая упертая, и с парней веревки вьет. Ты опять за свое. Может, хватит уже? Я шучу. Ларка у нас классная. Это я уже понял. Гарик, можно музыку включить? Тебе какую? Романтическую? Пока просто веселую. Ну ладно, как скажешь. Ты куда? Вот так короче будет. А ты уверен? Уверен. Я же говорила, не нужно было срезать. Да поздно спорить. Уже заехали неизвестно куда. Ладно, выходим. Интересно, где это мы? Деревня какая-то. Только никто не живет. Так это понятно. Люди разъехались. Работы-то нет. Теперь полно таких. Ну и хорошо, денег за постой платить не придется. Ларис, ты куда? Слушайте, по-моему, это деревня, откуда родом моя мама. Да ладно? Ну да. Ольховка. Все сходится. Что сходится? А вот там, в конце улицы, около леса, было кладбище. Ты давно тут была? В раннем детстве, когда еще дедушка с бабушкой были живы. А потом их дом сгорел. Так мама говорила. Так ты все-таки что-то помнишь? Кажется, да. Я помню бабушкин дом, он был на краю деревни, с белыми ставнями. Так уже столько лет прошло. Да, точно. Ладно, ребят, что делать-то будем? Я, наверное, прогуляюсь по деревне, осмотрюсь, дом поищу. Лара, ну что там искать? Нет его там, раз мама сказала. Нам нужно тут устроиться на ночь. Согласен с Машей. Мы пойдем домик подыщем. Если хочешь, можем по деревне пройтись, посмотреть, что тут еще есть. Да нет, ребята правы. Давай потом. Да и стемнеет скоро. Идем? Да. Игорь, давай сюда. Идем. Вот этот посмотрим. Ну давай. Да, девчонки, крапива здесь, вам по пояс будет. Здесь, по-моему, давно уже никто не живет. Такое ощущение, что деревню бросили лет сто назад. А этот ничего, крепенький. Вот здесь и будем ночевать. Так точно, начальник? Все, пока, дорогой. Я буду скучать. Пока-пока. Где ты была? Я тебе звонил. Ой, нет, Юр, только не сейчас. Я тебя прошу, я ужасно устала. Лариса звонила? Да, у них все хорошо. Ну, хоть и кого-то все хорошо. Нам надо поговорить. Юра, я тебя очень прошу, пожалуйста. Я уже все решила, все разговоры бессмысленны. Давай не будем унижать друг друга разборками, ладно? Ладно. Как скажешь. Спасибо. Я правда очень устала. Пойду спать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нашей любимой доченьке Ларочке один год. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ларис! Лара! Ларис, ты где? Лариса! Ты где? Лариса! 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 Что-то случилось? Ты куда пропала? Мы все тут обыскали. Лариса! Не волнуйся. Все нормально. Ничего не случилось. Я тут гуляла. Думала, может, что еще вспомним. Ничего. Лариса! 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 Ну, наконец-то! Лариса! Лариса! Мы тут! Нашлась, наконец-то! Ларка, ну ты даешь! Мы тут чуть все с ума не сошли! Ребят, простите, я не подумала как-то. Ты б хоть предупредила! Слушайте, тут такое дело, дальше я с вами не поеду. Почему? Что с тобой? Может, что-то случилось, пока нас не было, ты скажи? Нет, ничего не случилось. Мне просто домой надо, срочно. Довезите меня до дороги, а дальше я сама. Так, в город мы поедем все вместе. Маш, я поеду одна. Мы все взрослые люди, и это не обсуждается. Извини. Ребят, простите, мне правда надо домой. Я потом все объясню. Хорошо. Главное, что ты нашлась. Спасибо. Спасибо, ребят. Ну, поехали. О, чего это-то, друг? Да вот, решил тебя завтраком побаловать. Омлет уже готов. Тебе чай, кофе? Не знаю. Давай чай. Хотя, не стоило. Да что ты, мне не сложно. В компании я всем сказал, что мы на две недели в Испанию. В отпуск уезжаем. Так что можем отдыхать. А мой зам как-нибудь без нас справится. Замечательно. Слушай, раз уж мы на море не поехали, давай по городу погуляем. В кафешке посидим. Мороженое поедим. Как в молодости, помнишь? Юра, это, конечно, очень хороший способ сделать это, что ничего не происходит. Напомнить мне о нашей счастливой молодости, только это не поможет. Ну, почему ведь? Все же было хорошо. Может, я тебя обидел чем-то? Юра, пожалуйста, не начинай. Я очень тебя прошу. Ты меня ничем не обидел. Ты хороший, Юра, ты замечательный. Я тебе за многое благодарна. Но я тебя очень прошу. Отпусти меня. Правда, Юра, ну вот просто отпусти меня. Без всяких уговоров, без разборок. Мы еще в том возрасте, когда мы можем быть счастливы. Но по отдельности. Да, ты не беспокойся, бизнес рушить я не стану. Будем управлять им вместе, как прежде. Ничего не изменится. Но после праздников мы должны подать заявление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вы, наверное, езжайте, мы сами машину поймаем. Ну, как хотите. Максим, я одна поеду, мне эти жертвы не нужны. Это не жертва. Я так решил, давай не будем это обсуждать, просто прими как факт. Да, хорошо. Ну вот теперь я за тебя спокойна. Ларка в надежных руках. Да идите вы. Ладно, мы поедем. Счастливо. Давай, старик. Когда мы вернемся, позвонишь мне, все-все расскажешь. Поняла? Да, хорошо. Только сама для начала все боюсь. Пока. Остановите вот здесь, пожалуйста. Хорошо. Подождите минутку. Конечно. Давай, я помогу. Да нет, не надо, я сама. Пока. Лариса, подожди. М? Что завтра делаешь? Не думала пока. Может, погуляем? Давай завтра созвонимся, пока не знаю. Ну, если не сможешь, приду к тебе под дом. Буду сидеть, пока не выйдешь. Я смогу. До завтра. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ларочка, ты дома? А что случилось? Дочка. Жена базе отдыха должна быть. Что это? В смысле? В прямом. Кто эти люди на фотографии, которые называют меня любимой доченькой? Лариса, ты где это взяла? В одном доме. Который, по твоим словам, мамочка, давно уже сгорел. Там много фотографий. Есть и ваши свадебные. Как ты там оказалась? Мы заблудились. И переночевали в одной деревне. В Ольховке. Ты же там родилась, мама. Или ты мне никакая не мама? Что вообще происходит? Хорошо. Мы тебе все расскажем. Ну, давай успокоимся, сядем и поговорим. А Дима, это мой двоюродный брат. Наши мамы были родными сестрами. И когда Димина мама, моя тетка, умерла, мы приехали на похороны. Ты тогда еще была совсем маленькой. Тебе было всего полтора года. Мы тебя тогда впервые увидели. Это правда, дочка. У нас с мамой были тогда сложные времена. Очень сложные, Лариса. Выяснилось, что я не могу иметь детей. Можешь себе представить, что со мной творилось? А тут я увидела тебя, свою племянницу. Господи, для меня мир перевернулся. К тому же ты была тогда таким славным ребенком, сразу запрыгнула мне на колени и не отпускала никуда, ни на минуту. А мои настоящие родители, они умерли? Да бог с тобой живы, конечно. Ну, в смысле, не знаю, наверное. Понимаешь, тогда Галя с Димой... Галя, это моя мать. Да. Прекрасно. Они тогда жили очень бедно. К тому же взяли огромный кредит, платить было нечем, росли проценты. Они жили просто в нищете. Ты содержалась в ужасных условиях. У тебя даже игрушек не было. Я, когда все это увидела, спать не могла. Но мы и предложили забрать тебя к нам. Мы объяснили с папой, что у нас тебе будет лучше, ты ни в чем не будешь нуждаться. А как только они встанут на ноги, сразу могут забрать тебя. Да, но все вышло совсем по-другому. Да, Лариса, совсем по-другому. Они отказались это делать и предложили нам сделку. Мы даем им крупную сумму, а они отказываются от тебя навсегда. И вы им заплатили? Да. Мы им много заплатили. У нас с папой уж тогда была строительная компания, правда, не такая большая, как сейчас. А потом мы поделали документы. Сама понимаешь, с нашими связями это несложно. Вот так ты официально стала нашей дочерью. Папа, это правда? Ну, чего ты молчишь? Ну, скажи, что это правда. Да, все так и было, дочка. Мама рассказала тебе правду. То есть, родные родители просто продали меня, как какую-то вещь? Лариса, я понимаю, тебе сейчас нелегко это слышать, но ты хотела правду, ты ее получила. Скажи только, разве тебе плохо с нами? Ты ведь для нас с папой единственное и самое дорогое, что у нас есть. И где они сейчас? Ну, я же сказала, я не знаю, мы не общаемся с того времени. То есть, они ни разу за все это время не поинтересовались, как я? Просто решили свои финансовые проблемы и живут спокойно дальше? Ну, Ларис, понимаешь, каждый в жизни делает свой выбор. Куда ты? Я пойду к себе. Не могу сейчас говорить, мне надо все обдумать. Лариса уже проснулась? Да, сейчас завтракать придет. Как она? Слушай, ну что ты глупые вопросы задаешь? Поставь себя на ее место. Доброе утро. Привет, дочка. Доброе, Лариса. Я твоих любимых сырников нажарил. Накладывай. Спасибо. Подожди, сейчас сметану дам. Я хочу их найти. Кого? Ты поняла, кого. Как это сделать? Никак. Почему? По-моему, я имею на это право. Послушай, Лариса, за все это время они ни разу не поинтересовались, где ты и что с тобой. Ты им не нужна. Я не собираюсь им на шею вешаться. Просто хочу в глаза посмотреть. Послушай, они тебя продали. Что ты хочешь увидеть в их глазах? Раскаяние? Они продали, выкупили. А ты вообще от нас уходишь. Так что давай, строй свое новое счастье, а мы с папой без тебя разберемся. Лариса, тебе не кажется, что ты слишком груба с мамой? Нет, не кажется. Поеду прогуляюсь, не хочу завтракать. – Лариса, до вечера. – Лариса, до вечера. Дочка! Привет. Привет. Что-то случилось? Да, с родителями поругалась. Достали меня. Это из-за того, что они разводиться собрались? Это тебе Машка разболтала? Когда только успела, сорока. Лариса, она за тебя переживает. И я тоже. Ну, понимаешь, дело не только в разводе. А в чем? Расскажи мне, может, я смогу чем-то помочь? Да, даже не знаю, с чего начать. Я узнала кое-что и… Что узнала? Да, ерунда все. Не бери в голову. Ларис, я уверен, что родители тебя очень любят. Ну, просто так бывает. Люди расходятся. Ты так легко об этом говоришь? Конечно, это же не твои родители. Если бы мои, не дай бог, разошлись, я бы все понял, не стал бы никого винить. Просто ты не на моем месте. И вообще не мнение родителей. В смысле? Да, это я так, запали ляпнула. Давай не будем об этом. Как скажешь. Слушай, а может, в кино сходим? Сто лет там не было. Секунду. Кино про любовь. Последний ряд. Попкорм с меня. И часто ты так угадываешь желания? Твои я буду угадывать всегда. Ириш, не нервничай так. То есть тебе все равно, что наша дочь собирается искать моего брата с женой, да? Ты прекрасно понимала, что рано или поздно это может случиться. Я не хочу ничего понимать. Лариса моя дочь. Это я ее вырастила. Я ее никому не отдам. Ир, если бы у нас в семье все было в порядке, не стала бы Лариса думать о том, чтобы найти Диму и Галю. То есть, по-твоему, я во всем виновата, да? Прекрасно. Этого я не говорил. Именно это ты сейчас и сказал. Хорошо. Хорошо. Если бы ты не собралась разводиться, мы бы смогли убедить Ларису никого не искать. А сейчас она чувствует, что ее предают. И предаешь ее ты. Господи, что ты несешь? Да я люблю Ларису больше жизни. Если бы ты не собралась разводиться, она поехала бы с нами на море. И не попала бы в эту ольховку. И не нашла бы эти чертовы фотографии. Здорово погуляли. Вроде бы обычное кино, попкорн. А так хорошо. Тебе, наверное, фильм понравился? Да. Интересное и доброе кино. Ну вот. А я так старался найти фильм получше. Можно сказать, всю городскую кино афишу наизусть выучил. Простей, не так выразилась. Кино очень интересное. Очень интересное. Да, врать ты не умеешь. Да. Эта черта характера мне по наследству не передалась. Спасибо за отличный вечер. Давно я так здорово времени проводила. Родители вечно на работе. Машка в последнее время постоянно с Игорем, а я как-то все время дома сижу. Ну, теперь тебя развлекать буду я. Если хочешь, можешь меня своим родителям представить. Ты правда хочешь с ними познакомиться? А почему нет? Они же разводятся. Ты забыл? Но они же не перестанут быть твоими родителями. И я думаю, им интересно, с кем встречается их дочь. А мы встречаемся. А ты против? Ладно, я поговорю с ними. Ладно, я поговорю с ними. Пока. Пока. Дочь, мы тебе звонили. Ну, слава богу. Ты где так долго? Я в кино была. На мобильнике звук отключила. Наверное, и забыла включить. Нам нужно с тобой поговорить. Папа, я уже все решила. Я хочу найти Галину и Дмитрия, и не надо меня отговаривать. Лариса, доченька, я тут подумала, я погорячилась. И в чем же? Ну, мы с папой, мы с папой не будем разводиться. Мы будем жить как раньше. Одной дружной семьей. Ну, я думала, у тебя кто-то есть. Уже нет. Это было моей грубой ошибкой. Ты меня прости, пожалуйста. И ради бога, я прошу тебя, давай забудем об этом. Я только сейчас поняла, Лара, как вы с папой мне дороги. Правда? Да. И умоляю тебя, Лариса, пожалуйста, ну, не надо искать Галю и Диму. Дочь, у них давно своя жизнь. Может, уже и другие дети есть. Скорее всего, они не рады будут тебя видеть. А ты только расстроишься. Да, Ларис. Папа прав, поверь нам. Как-нибудь переживу. Ларочка, доченька, пожалуйста, ну, не надо ворошить прошлое. Чего вы боитесь? Что я уйду от вас? Нет, этого не будет. Хотя вы все хороши. Поступили со мной, как с вещью. Ларис… Да не буду я их искать. Отстаньте. Лара… Алло… Привет. Привет. Ой, я тебя разбудила? Да нет, я не сплю. Что случилось? Голос у тебя какой-то радостный. Мама передумала разводиться. Поверить в это не могу. Вот видишь, все благополучно разрешилось. Я очень за тебя рад. А я-то как рада. Короче, я поговорила с родителями и рассказала им про тебя. Правда? А что они? Они очень бы хотели с тобой познакомиться. Да, конечно. Я не ожидал. Ждем тебя завтра у нас. Хорошо. Целую тебя. И я тебя. Пока. Пока. Ждем тебя. Юра… Что-то не так? Юра, ничего не изменилось? Не изменилось? Хорошо. Значит, мы как прежде. Одна семья. Ира… Юра, ты не понял. Я просто на время отложила развод. Подожди, ты же сказала, что порвала с этим своим… Сейчас речь не о нем. Ларисе действительно очень трудно. И мы будем изображать счастливую семью, пока она не успокоится и не забудет своих этих родителей. Юра… Послушай, я это делаю только ради дочери. Давай больше не будем говорить об этом. Спокойной ночи. Ну, куда вы это поставили? Это по центру должно стоять. Лариса, переставь. Сейчас. Вот, а это туда. Давай. Так, ну, вроде все. Слушай, ну перестань. Ну чего ты кусочень чаешь? Сейчас Максим придет. Кстати, а чем он занимается? Недавно из армии вернулся. До этого на экономическом отучился. А сейчас работает в какой-то фирме. А родители его кто? Мам, я не знаю. Лариса, ну это не серьезно. Ты приглашаешь в дом человека и ничего не знаешь о нем. Может он проходимец какой? Мам, нет, он очень хороший. А кто его родители, мне не важно. Ладно, я сама узнаю. Мам, даже не смей. Ириш, ну правда, прекрати. Мы воспитали умную девочку. С проходимцем она бы не связалась. И потом, это просто знакомство. Никого и ни к чему не обязывает. Все, хорошо. Так, а как я выгляжу? Да. Спасибо. Мама, не вздумай. Иди открывай. Привет. Привет. Проходи. Проходи, не разувайся. Мам, пап. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Сергеевна, а это… А я Юрий Витальевич. Очень приятно. Очень приятно. Я Максим. А, да, это вам. Спасибо, Максим. Очень приятно. Я не знал, что вам подарить, поэтому вот. О, отличные виски. Мой любимый. Лариса подсказала? Ничего я не подсказывала. Нет, Лариса тут ни при чем. Это я сам угадал. Ну что ж, вкус у нас сходится. Уже хорошо. Вина? Угу. Спасибо, Юр, достаточно. Спасибо. Максим. Да. Скажите, а вы чем занимаетесь? Мам. Ларис, все в порядке. Родители интересуются, с кем встречается их дочь. Это же нормально. Ну вот, Максим меня понимает. Да, я устроился в маркетинговую компанию. Пока простым менеджером, но с перспективами роста. Угу. Здорово. А родители ваши чем занимаются? Ириш. А что здесь такого? У моих родителей небольшой бизнес, но, знаете, мне это совсем не интересно. Я считаю, что в жизни нужно всего добиться самому. Угу. Верно. Мне кажется, нужно начать с низов и стремиться к вершинам. А не просто получить готовый бизнес по наследству. Вы такой молодой, Максим, и уже такой серьезный. Вы мне начинаете все больше и больше нравиться. Спасибо. Так что я предлагаю тост за вас. За твои успехи, Максим, и за твою здоровье. Да, конечно. Спасибо. У тебя мама не сильно расспросами достала? Да наоборот, мало спрашивала. Я-то всю ночь к настоящему экзамену готовился. У тебя замечательные родители. Ты им тоже очень понравился. Это они тебе сказали. Это я сама вижу. Юра, подай, пожалуйста, контейнер. Спасибо. Хорошо посидели, правда? Да, отлично. Мне тоже понравилось. И Максим вообще молодец. Заглянул к нам сегодня. Угу. Хороший парень, кстати. И, по-моему, толковый. Угу. Ой, устала. И побыли все вместе. Как раньше. Когда мы не играли в счастливую семью, а были ей по-настоящему. Главное, чтобы Лариса верила, что у нас все в порядке. Да. Ой, господи, я очень надеюсь, что она наконец-то оставила эту затею искать Галю и Диму. Ну, что ты молчишь? Я тоже надеюсь, что Лариса не станет их искать. Потому что, если она узнает всю правду, она нам этого не простит. Ничего она не узнает. И ты забудь. Я не знаю. Я не знаю. И я знаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мам, а где папа? На работе. Слушай, Ларочка, садись со мной чай попьем. Я только что заварила. Может, ты кушать хочешь? Нет. Ну, смотри. А папа где? Прости, я не расслышала. Папа на работе. У них там на стройке что-то опять сломалось. Он до сих пор нету. Кошмар какой-то. Да. Даже по ночам без него не могут обойтись. Понятно. Мам, я спросить у тебя хотела. Да. У нас же тогда не получилось с ребятами на базе отдохнуть. Ну, и что ты предлагаешь? Можно мы с Максимом к нему на дачу поедем? Погуляем, свежим воздухом подышим, шашлыков поедим. Да, ради бога, конечно. С Максимом. Хороший, приличный парень. Я не возражаю. Езжайте. Спасибо. Я пойду, позвоню ему. Договорюсь на завтра. Только, Ларочка, я тебя очень прошу. Веди себя осмотрительно. Ладно? Хорошо, мам. Привет еще раз. Привет. Максим, у меня к тебе дело. Можешь завтра прямо с утра заехать за мной? Могу. А что случилось? Я тебе все объясню. Только пока ничего не спрашивай и ничему не удивляйся, ладно? Ладно, не буду, как скажешь. Тогда до завтра. До завтра. Спокойной ночи. Привет. Привет. Дай угадаю. Поругалась с родителями, решила переехать ко мне. А ты против? Нет, я за. А, в смысле, я против ссоры с родителями. Но не против нашего совместного проживания. Слушай. Тебя ведь сейчас очень серьезный. А мама, наверняка, на нас смотрит. Улыбайся. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Я все правильно делаю. Гениально. А теперь положи мою сумку в машину. Слушаюсь. Пока, мам. Счастливо. До свидания. Да, до свидания. Ну, а теперь можно спросить, куда мы едем? Для моих родителей, мы едем к тебе на дачу. Ага. А если на самом деле? У моей мамы есть двоюродный брат. Они все жили в одной деревне. Мы там были, помнишь? Ну, конечно, помню. Мама с братом очень дружили. Но потом сильно поругались. В последнее время мама его очень часто вспоминает. Она хотела бы с ним помириться, но не решается его найти. Почему? Боится, что он на нее обижен и не захочет ее видеть. Вот поэтому я и хочу его найти. Ну, а если он и тебя не захочет видеть? Ну, это я как-нибудь переживу. Но я должна его найти, понимаешь? Ее маму скоро день рождения. Юбилей. И, по-моему, было бы шикарно, если бы я смогла ей сделать такой чудесный подарок. Ну да, дело стоящее. Куда ехать? В районный центр, поселок Дерябино. К нему и относится эта деревня Ольховка. Я узнала адрес архива. Думаю, там можно что-нибудь узнать об этом брать. Ну, тогда вперед. Поехали. Я побегу десять минут до закрытия. Погоди, я с тобой. А, нет, я сама. Ты лучше воды пока купи. Ужасно пить хочется. Ну, так это, есть же вода. А, нет, я скоро. Извини. Здравствуйте. Закрыто уже. Завтра приходите. Тогда закрыть еще семь минут. У меня дело важное. Это у меня дело важное. Я сегодня с мужем в ресторан идут. Приходите завтра. Я никуда отсюда не уйду, пока вы меня не выслушаете. А если я полицию вызову? Устраивает? Вызывайте. Пока они приедут и все оформят. Вы в свое кино точно опоздаете. Не в кино, а в ресторан. Я же сказала. Да, да. В ресторан, извините. Послушайте. Мне очень нужно найти одного человека. Это мой близкий родственник. Я только недавно узнала о его существовании. Неужели? Да. Это мой отец. Мама говорила, что он погиб. Оказывается, ворола мне все эти годы. Когда мне было полгода, мама влюбилась в другого мужчину и сбежала вместе с ним. Угу. А теперь он вас бросил. Понятно. Да нет, что вы. Мы до сих пор все вместе живем. Я совсем недавно узнала эту историю про отца. Слушай, а вот твой настоящий отец. Он тебя что, ни разу, ни разу не пытался найти? Так мама фамилию сменила. Из Ольховки в город переехала. Может, и искал, да не нашел. Но я очень хочу его найти. Помогите мне, пожалуйста. Ладно. Вот тебе бумага. Вот ручка. Пиши все, что знаешь. И завтра приходи без пятнадцати девять. Не опаздывай. Потому что в девять я к начальнице уйду. Угу. Да, хорошо. Спасибо. Я не опоздаю. Слушай, Лар. Ты уверена, что твоя мама хочет, чтобы ты ее брата нашла? Угу. Я же тебе все рассказала. Нет. Ты мне рассказала, что она о нем стала вспоминать. Но ты же не уверена в причине их ссоры. Вот найду и узнаю. А стоит ли? Ведь это же не твоя тайна. Это их жизнь. И что? Ты предлагаешь никого не искать? Нет. Я предлагаю тебе поговорить с твоей мамой. Понимаешь, ты влезаешь не совсем в свое дело. Это мое дело. И касается меня напрямую. Это же моя семья. И я имею право знать, что у них там приключилось. Мне кажется, ты мне что-то недоговариваешь. Да, я вру тебе. И хочу втянуть тебя в грязное дело. Смотри, потом всю жизнь не отмоешься. Ну, не злись ты. Если я почувствую, что дело действительно грязное, я тебя остановлю. Ну, я не дам совершить тебе ошибку. Я всегда буду рядом. Ешь давай. Остынет все. Так. Кажется, это здесь. Приехали. Так, быстрый день прошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. А у вас свободные номера есть? Нам только переночевать. Свободные есть, но заплатить все равно придется за сутки. Да, мы в курсе. Ну, если в курсе, давайте паспорта. Вот, возьмите. Держите. Угу. Вам одну кровать или на разные? А нам в разные номера. Ну, чтобы они были рядышком, если можно. Надо же. А чек на кого оформлять? На меня. А-а-а. С вас две тысячи. Возьмите. Угу. Квитанцию завтра с паспортом заберете? Да. Хорошо. Прямо и направо. Спасибо. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну и видок. Жутковато. Да. Это да. Но ты не бойся ничего. Я в соседней комнате. Будет жутко. Зови. Угу. Хорошо. Ну, я пойду? Да, иди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ага. Если что, звони. Хорошо. Ты тоже. Что тоже? Звони, если что. А. Хорошо. Ага. Может, посидим еще? Да. Давай посидим. Да? А может, мне совсем не уходить? Не уходи. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Вставай быстрее, в архив не успеем. Я обещала быть вовремя. А что за спешка? Даже если мы опоздаем слегка, а что нас с тобой расстреляют? Если мы опоздаем, эта тетка уже занята будет. Пошлет нас куда подальше. А где моя юбка? Так где же… Спасибо. Если мы опоздаем, я убью тебя. Ну, я же не виноват, что ты такая прекрасная. Все, давай собирайся. Доброе утро. Извините, я времени не рассчитала. Заблудилась тут у вас. В нашем райцентре захочешь, не заблудишься. Я проспала, извините. Так бы сразу и говорила. Насчет дела твоего порадовать мне тебя особо нечем. Как так? Архив — это моя последняя надежда. Да, архив наш в конце девяностых горел. Половина документов в пепел превратилась. Ну, что-то восстановили, а что-то нет. И что, следов никаких не осталось? Вот. Держи. Савельев Матвей Тимофеевич. И кто это? Ну, откуда я знаю, кто это? Ну, по возрасту пенсионер. Всю свою жизнь прожил в Ольховке. Он там всех знает. А потом, когда из Ольховки все разъехались, его к нам в Дерябино переселили. Он здесь живет. А адрес его есть? Молодежная, девять. Там написано. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Удачи тебе. Может, ты найдешь своего отца. Девушка, проходите. Вот его дом. Молодежная, девять. Подождешь меня в машине? Лара, ну почему я все время должен в машине сидеть? Я хочу сама с этим стариком поговорить, а ты меня отвлекать будешь. Интересно, от чего? Максим, ну не обижайся. Не задавай вопросов. Я тебе потом все расскажу. Ладно? Ладно. Жду в машине. Иди. Обиделся все-таки. Ты что, я барышня, чтобы обижаться? Беги давай. Жду. Скоро буду. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, мне нужен Савельев Матвей Тимофеевич Ну, я Савельев, он сам, и чего? Меня зовут Мария, я хотела узнать про семью Новиковых из Ольховки Может, вы их помните? А ты чего орешь-то? Я не глухой Ой, извините Новиковых, конечно, я помню, а ты им кто? Родственница Да, Линя, мы потерялись, а теперь я и хочу найти Дмитрия и Галину Ну, ладно, раз родственница, заходи, в гости чай пить будем Спасибо Димку и Галку я помню, и мать их помню, и сестру Димкиной матери, Ирку, дочь ее Тебе про кого рассказывают? Мне про Галину с Дмитрием А может, вам помочь? Да нет, не надо, сам оправлюсь А вот за продукты спасибо Ну, пейся мне, сама понимаешь Хотя, я не жалуюсь Дом у меня справный Соцработник даже приходит А тебя как зовут-то? Маша А почему тебя Новиковы так заинтересовали? Я дочка Ирины А-а-а, вон оно что А я думал, что они бездетные Новиковы тогда очень бедно жили Ну, а тут столько денег сразу свалилось Мы подумали, что они Лариску и Ирке продали А получается, что нет Я же говорю, Лариса с нами не живет Я вообще не знаю, где они Хотела узнать А в город они зачем переехали? Ну, квартиру купили, бизнес его открыли Вы уверены? Про квартиру и бизнес? Ну, так мне Димка говорил Он же с моим племянником дружил Потому и хвастался А адрес их как-то можно узнать Куда они переехали? Павлогорск Ну, адрес только мой племянник Андрюха знал А поговорить с ним можно? У-у Помер два года назад от пьянки А про Ларису вы больше ничего не слышали? Может, Галина и Дмитрий ее обратно забрали? Не А Андрюха же все знал Они, он говорил, так бизнесом были заняты Что даже про Лариску и не вспоминали Куда же она могла подеваться у мамы, приложу Ларис, я не понял Ну, что ты там так долго делала? Чай с дедушкой пила Он одинокий, ему поговорить не с кем Понятно А родственник он твоего помнит? Рассказал что-нибудь? Рассказал Ларис, что с тобой? Что он тебе наговорил? Ничего, все прекрасно Поехали Лариса 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 Лариса, я так больше не могу Ты молчишь, но вопрос не отвечаешь Что произошло? Ничего Ну, я же вижу, что с тобой что-то происходит Расскажи мне, я не кусаюсь Что тебе рассказать? Как эти сволочи продали меня Как какую-то куклу, как вещь Ты о ком говоришь? Меня продали, бизнес купили Живут теперь припеваючи Обо мне даже не вспоминают Ларис, ты о ком? Ларис, подожди Ларис, Борис Да стой ты Ларис, что тебе старик рассказал? Кто тебя продал? Я ничего не понимаю Мои настоящие родители Какие родители? Мои настоящие родители Продали меня моим теперешним родителям Когда мне было полтора года Кто тебе это рассказал? Это тебе старик сказал? Так он может быть в маразме Он перепутать мог Нет Все сходится Когда мы ночевали в деревне В Ольховке Я нашла свой дом Там фотографии Где я вместе с этими Я их показала своим Приемным родителям И они все рассказали Вот оно что А почему ты мне забрала? Не знаю Я обещала маме с папой Никого не искать Ну теперь я их точно найду Зачем? Чтобы отомстить Ларис Перестань плачать Илья, ну я тебе уже сто раз объясняла Я не могу сейчас уйти из семьи Да потому что я рискую потерять свою дочь Неужели непонятно? Господи, Илья Ну да, да Я люблю тебя Ну и ты меня должен понять Если любишь Что? Подожди Как не будем больше встречаться? Илья Перестань Ну послушай меня Илья Алло, Илья Давно здесь стоишь? Я могу тебя попросить говорить со своим любовником по телефону так, чтобы я не слышал Может не беспокоиться Больше говорить не с кем Он меня бросил Лара, не нужно никого искать и мстить никому не нужно Ты меня никогда не поймешь Тебя твои родные родители не продавали Я тебя очень хорошо понимаю Меня ведь тоже мать бросила А хорошие люди усыновили Как это? Вот так Родители взяли меня из детдома, когда мне было три года А твои настоящие тебя не искали? Нет Отца я вообще не знал А мать от меня еще в роддоме отказалась И ты так спокойно об этом говоришь Лара Люди, которые меня вырастили и есть мои самые настоящие родители А в биологическом у меня нет никакой ненависти И нет желания их искать Лариса, понимаешь, мы могли бы жить в детдоме Но судьба подарила нам шанс И мы выросли в семьях, окруженные любовью и заботой Прям повезло, я смотрю Да, повезло Поэтому не нужно гневить судьбу И мстить никому не нужно Месть разрушает Ты слышишь меня? Слышу Ларис, пообещай, что откажешься от этой затеи Я могла бы тебе соврать, но не хочу Они продали меня А на деньги от продажи купили квартиру, бизнес открыли И даже ни разу не поинтересовались, как я живу Прости, но такие вещи нельзя оставлять безнаказанными А ты что, господь бог, чтобы кого-то за что-то наказывать? Я не бог, но имей на это право Ты просто маленькая избалованная девочка Привыкла, что все в жизни происходит по-твоему Но так не бывает Да пошел ты со своими норовоучениями Ларис Да, подруга называется Меркуриева, я в шоке Почему ты мне в деревне все сразу не рассказала? Для начала хотела сама все узнать Узнала вот На свою голову Слушай, у тебя прекрасные родители Все хорошо Что тебе еще нужно? Плю не забудь Ну уж нет Я забуду, а эти Настоящие родичи будут в роскоши купаться За все в жизни надо отвечать Ну, Максим же против мести А кто он мне такой, чтобы указывать? Ну, ну да Безнаказанным все это нельзя оставлять Если так подумать Они вообще-то преступление совершили Помнишь, у тебя знакомый был Который через компьютер любого человека может найти? Иван, айтишник Именно Давай, звони этому Ивану Доброе утро Ну, я бы не сказала, что доброе привет Ириш, нам надо поговорить Послушай, Юра, давай не сейчас Я занята, и у меня настроения нет Нет, мы все-таки сейчас поговорим Ира Я тебя очень люблю И я очень хочу, чтобы у нас была полноценная семья Но если ты хочешь развестись Давай разведемся А что это ты вдруг? Ты нервничаешь и срываешь свою злость на Ларисе Спокойствия в семье это не добавляет И потом, у Ларисы сейчас сложный период У меня, между прочим, тоже Вот и не усложняй себе жизнь еще больше Ириш, уходи Я тебя держать не стану Все, что скажешь, я подпишу Ну, вот они Ваши пациенты Штановиковых Имеют большую квартиру в центре Судя по метражу, хата крутая Нехило устроились Дальше давай Так, дальше У них в аренде числятся два ресторана Один в центре, а второй Кстати, это гриль Вон там, недалеко Ходил туда Так Дальше за ними числятся две тачки Номера нужны? Лар, нужны И адрес того ресторана в центре запиши Слушай, а что они тебе сделали? Неважно Есть у меня к ним парочку вопросов Хм Я надеюсь, ты их валить не собираешься А то, получается, я как соучастник Вань, да нет Не виси чушь Давай адрес этого гриля Ладно, записывайте А то принтера я с тобой не захватил Лар, да погоди Куда ты побежала? Ну ты чего? Ничего Отлично они раскрутились Квартира в центре, машина, бизнес Да, теперь и я разозлилась Что делать будешь? Для начала схожу в этот ресторан Выясню, чем они там занимаются Тебе моя помощь нужна? Нет, спасибо, я сама пока Вечером позвони Хорошо Ты только Игорю пока ничего не говори А то вдруг он Максу все расскажет Ты же говорила, что на Макса тебе плевать А мне и плевать Просто не говори, что все так надо Ладно, не скажу А то дома слышим Экши 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Галина Викторовна, приветствую. Добрый день, Стас. Что у вас там с документами? Отчет за неделю по текущим операциям ресторанов и отчеты для налоговой. Спасибо. Галина Викторовна, Кириллов опять заходил. Я ему уже все разъяснила. Я ему то же самое сказал. Но вы же знаете, он же зампрефекта, ему закон не писан. Не понимаю, почему именно ваш ресторан ему приглянулся. И главное, хочет выкупить его за копейки, сволочь. Ресторан наш. Да, конечно, наш. Если он еще раз придет, что мне делать? Отправляйте его со всеми вопросами ко мне и, пожалуйста, не беспокойте моего мужа. Да, да, конечно, я все понимаю. Как Дмитрий Степанович себя чувствует? Не очень. Сердце хандрит. Операцию нужно делать, он отказывается. Я уверен, что все обойдется. Спасибо тебе за поддержку. Ну, мне пора бежать, Галина Викторовна. Сейчас сырье подвезут. Нужно на складе все оформить и сделать опись. Беги, конечно. Всего доброго. Спасибо тебе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет. Лариса не пришла еще? Слушай, Юра, я что хотела. У меня скоро день рождения. Надеюсь, ты не забыл об этом? Странный вопрос. Конечно, я помню. Знаешь, давай не будем, как всегда, созывать много народу. Давай просто в ресторане втроём посидим. Ты и я, Лариса. Ты уверена? Да, абсолютно. Ну, в конце концов, это мой день рождения. И этот день я хочу провести только с самыми близкими мне людьми. Угу. А знаешь, я тут подумал, давай пригласим Максима и его родителей? Давай. Ларка одобрит? Конечно, одобрит, я уверен. У меня есть такое ощущение, что Максим — это серьёзно. Максим. – Привет. – Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? – Хорошо, ну… – Таблетки выпил? Не переживай. Как дела в ресторане? Да… Вроде, неплохо. Выручка хорошая, посетителей много. Слушай, я вот… Думаю, может, мы ещё один ресторан откроем? А этот первый ресторан продадим? Ну, зачем? Галя, я знаю всё. Мне Кириллов звонил. Я же просила его не вмешивать тебя в это дело. Ты думаешь, я позволил бы тебе бороться с ним в одиночку? Ну… Только я прошу, ты… Ты не волнуйся, если с тобой что-то случится, я… Я с ума сойду. Я не доставлю Кириллова такой радости. Повоюем ещё. Не таких на место ставили. Что готовите? Пирог. Папин фирменный. А по какому поводу? Ну, так просто. К чаю решили сделать. Тебя хотели порадовать. Ты как, дочь? Нормально. Садись, Ларочка. Хочешь яблоко? Ирина, ты Ларисе что-то сказать хотела? Да, Ларочка. Послушай, я не хочу в этот раз собирать много народу на день рождения, как обычно. Я предлагаю посидеть в узком кругу. Ну, наша семья и семья Максима. А при чём тут семья Максима? Я предлагаю втроём посидеть, без посторонних. Вы поссорились? Да. Почему? Что случилось? Неважно. Я не хочу его приглашать. Ларис, ты куда? Пойду позанимаюсь. Пирог будет готов, зовите. Юра, что-то мне всё это не нравится. Да, мне тоже жаль, что Лариса с Максимом поругалась. По-моему, он хороший парень. Да. Такие редкость по нашим временам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, Ларка, ты даёшь. Отличная статья получилась. Лихо ты прошлась по своим родителям. Чита известных рестораторов Новиковых открыла свой бизнес на деньги от продажи родной дочери. Думаю, им это вряд ли понравится. Они мне никто. Эта статья только начало. Тебе точно нравится? Да. Шикарно. Не зря мы на журналистов учимся. Хотя, из всех нас у тебя прирождённый талант. Ага. И куда ты сейчас с этой статьёй? Нашла выход на главреды нашей местной газеты. Павлагорский вестник. У них же большой тираж. У меня даже папа её читает. Ну, вот папа пусть и читает. Пусть все читают. Но главное, чтобы статья дошла до этих бизнесменов. Ну, что-то Вась написала. Слушай, эту статью вообще никто никогда не не жутил. Говорит, это папа… Потрясающе. Новиковы довольно известные рестораторы в городе. Откуда у вас такая информация? Поверьте, информация стопроцентная. Понимаете, Лариса, мы солидное областное издание. Вы, конечно, милая девушка, но одного вашего слова мне недостаточно. Я и есть. Та самая дочь. Да ладно. Да. Именно поэтому я хочу, чтобы статья вышла под псевдонимом. Да, да, я понимаю. Мы напечатаем вашу статью. Но вот по поводу гонорара… Вот по этому поводу можете не беспокоиться. Будем считать, что мы просто сделали друг другу одолжение. Слушайте, с вами приятно иметь дело. А вы не хотите после окончания университета прийти к нам поработать? А вы и зарплату платить будете? Само собой разумеется. Если вы будете в штате, конечно. Прекрасно. Тогда я подумаю. Вот и договорились. Всего хорошего. И вам всего доброго. Зачем вы звонили моему мужу? Я же просила его не тревожить. А я вас просил продать мне ресторан. Но вы же отказались. Я решил провести переговоры с Дмитрием Степановичем. Вы понимаете, что он болен? Сочувствую. Нет. Вы никому не сочувствуете. Да. Есть грех. Мне плевать на людей. А мне плевать на вас. И на ваше предложение. На меня плевать, вам дороже выйдет. Вы мне угрожаете? Да Господь с вами. Зачем мне вам угрожать? Если я захочу, ваш ресторан будет моим бесплатно. Вы его и так покупаете. Практически за копейки. за такие копейки простой работяга может прожить безбедно лет десять. Вот и покупайте его у простого работяги. А нас оставьте в покое. Я вижу, вы сволнованы. Ничуть. Галина Викторовна, я не зверь. Даю вам время подумать. Не петь. Потом я приду снова. Но уже никаких отсрочек, ни торгов больше не будет. Вашу лицензию просто аннулируют. Можете не утруждать себя. Приходами, провокациями. Ответ будет тот же. Хорошего вам дня. И вам не хворать. Ну что, по домам? Нет, не охота. Слушай, а давай магазин заскочим? Хочу себе летних шмоток прикупить. Отлично. Мне как раз надо маме подарок на юбилей присмотреть. Привет. Привет, Макс. День добрый. Лариса, мне к тебе дело. Мне некогда. Давай потом поговорим. Мы сейчас поговорим. Маш, ты иди, ладно? Маш, стой. Она никуда не пойдет. Маш. Маш. Ребята, вам действительно нужно поговорить. Ладно, я пойду. Созвонимся. Спасибо. Поехали. Куда? Там, где людей поменьше. Просто погуляем. Только надо маме позвонить. Хорошо. Ну что, не будем больше спорить и ссориться? Да нет. Мы же помирились. Правда? Думаю, да. Да. Кстати, у моей мамы юбилей. Она хотела позвать тебя и твоих родителей. Вы же придете? Да, конечно. Отличная новость. Мы все придем. Лариса, я хочу тебе сказать кое-что важное. Говори. Сядь, пожалуйста. Давай. Лариса, давай поженимся? Что? Как? Так быстро? Тебя что-то смущает? Да ничего. Просто как-то неожиданно все. Ты… Ты в чем-то не уверена? Ты уверен? Да. Я сразу понял, что ты моя девушка. Ты всегда так быстро принимаешь решения? Ну, я чувствую, вижу, что ты мой человек. И я с тобой счастлив. Вот оно, значит, как. Значит, ресторана и кольца не будет. Да нет, нет. Все будет. Понятно, понятно. Просто раз твоя мама пригласила нас на свой день рождения, будет правильнее сделать официальное предложение там, при наших родителях. Максим. А, в кольцо? А вот кольцо в ресторане и подаришь. Хорошо. Привет. Привет. Ну, как погуляли? Отлично. Просто супер. А Максим с родителями придут на день рождения? Придут. Обязательно придут. А что это с тобой? А что? Просто настроение хорошее. Ну, когда у тебя хорошее настроение, я знаю. А сейчас ты какая-то радостно возбужденная. Что такое? Все нормально. Ты завтра все узнаешь. Что я узнаю? Мам! Лара начала так договаривать. Ничего я не начала. Это ты меня вечно пытаешь. Так, ну теперь-то я уж от тебя точно не отстану. Давай, рассказывай. Это секрет. Ларис. Скажу. Максим сделал мне предложение. И завтра сделает его официально. Но... Я уже согласилась. Мам. Мамочка. Ты что, не рада? Все в порядке. Все нормально, Лариса. Просто ты... Так быстро выросла. Мам... Мам... Только не плачь, а то я тоже заплачу. Нет, тебе нельзя. А Максим хороший парень. Я рада за тебя. Да. Егор Андреевич, можно? Смотря зачем пришел. Мне тут статейка одна занятная попалась. В наш областной. Ну? Что за статья? Там, на первой странице. Мамочка. 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 Прекращай улыбаться, надо действовать. Так что слушай меня внимательно. Да, Егор Андреевич. Лар, ты весь день мрачная какая-то. Статья сегодня вышла. Ну и? Ты же этого хотела. Хотела. Тогда не вижу повода для грусти. Статья вышла. С Максом ты помирилась. Погода прекрасная. А ты как в воду опущенная. Сегодня на дне рождения мамы Максим будет делать мне предложение. Да ты что? Круто, Ларка. Я так рада за тебя. Маш, я боюсь. Чего? А вдруг он эту статью увидит и мы снова поругаемся. Он же против мести. Да он поймет все со временем. Нельзя детей продавать. Да с этим он и не спорит. Просто Максим считает, что месть порождает большие беды, страдания, еще там чего-то. Хоть бы он не увидел эту статью. Он жениться на тебе хочет. Значит любит. Все поймет и простит. Ты думаешь? Ну конечно. Улыбнись, подруга. Не вешай нос. Тебе еще прихорошиться нужно перед праздником. Лара, посмотри, как я выгляжу. Ты красотка. Спасибо. А я? Господи, лучше меня. Может быть только моя дочь. Ой. Может позвонишь Максиму, а? Зачем? Ну как зачем? Ну, поинтересуйся все Алексеем и общи. Давай, давай. Алло, Макс, привет. Собираетесь? Да, я сейчас еду с родителями, а потом сразу в ресторан. Лар, мама немного задержалась на работе, поэтому мы опоздаем на минут 15. Извинись перед двоими, ладно? Ничего страшного, мы сами только выходим. Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Целую. Ну что? Все в силе? Отлично. Ну, как мы тебе? Девчонки, вы у меня обе красавицы. Собирались, правда, три часа, но зато, как всегда. Слушай, заканчивайте быстрее. Я выгоню машину и жду вас на улице. Хорошо, иди. Иди, мы сейчас. Лара, какая ты у меня хорошенькая. А ты? А я лучшая. Дим, ты собираешься? Максим скоро заедет за нами. Что? Что? Дим, что? Тут статья. Что за статья? Мне Кириллов прислал. Что это? Ты же читаешь. Про нас. Про то, как мы продали дочь. Да, Господи, это же не правда. Ведь все было совсем не так. Дим. Дим, Господи, Дим. Сейчас мы пойдем. Алло. Алло, скорая? Да, приезжайте, пожалуйста. Здесь сердечный приступ. Комсомольский проспект, дом 27, квартира 41. Прошу вас поскорее. Сейчас. Сейчас я принесу таблетки и воду. Где же они? Ну, вот обещали только на пятнадцать минут задержаться. Уже полчаса прошло. И телефон не отвечает. Ну, может, Максим за рулем? Мало ли, почему они задержались. Папа, даже за рулем можно взять трубку. Ларис, ну, папа действительно прав. Скоро приеду. Мы подождем. А я предлагаю не ждать, а начинать потихонечку. Юр, ну, как-то неудобно. Почему неудобно? У нас же все-таки праздник. А гости придут, мы им штрафную нальем. Идет? Идет. Юр, ну, правда, люди придут, а мы уже тут… Ничего страшного. Все-все-все, спасибо. Хватит. Угу. Спасибо. Дорогая моя, любимая, сколько лет мы с тобой вместе. И я благодарен судьбе за то, что она подарила мне тебя. Знаешь, за все эти годы ты нисколько не изменилась. И даже стала еще красивее. И будешь такой всегда. Спасибо. Люблю тебя очень. Горько! 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 Ларис, ну не свадьба же. А что? Я с дочерью полностью согласен. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Аккуратнее, пожалуйста. Осторожно. Вера, готовьте капельник. И укол адреналина, быстро. Доктор, скажите, с ним все будет в порядке. Успокойтесь. Своей суетой вы только мешаете. Да, да. Все, молчу. Господи. Быстро едем. Да. Да, сынок. Нет, я еду за ним в больницу. Езжай сразу туда. В нашу 53-ю. Ему очень плохо, он без сознания. Ларочка, я тебя очень прошу, не накручивай себя, пожалуйста. Я уверена, что с Максимом все в порядке. Было бы все в порядке, он бы уже здесь сидел. Нет, что-то явно случилось. Господи, если они в аварию попали. Лариса. Так, давайте я своим знакомым в полицию позвоню. Ну, звони, что ты сидишь. СМС от Максима. Да? Что там? Они не приедут. Почему? Не знаю, пишет завтра, все объяснит. Послушай, доченька, ну, может быть и правда ничего страшного не произошло? Так, ничего и не произошло. Будем праздновать твой день рождения. Пап, наливай еще. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Да. Так. Да, конечно. Жаль. Да, получилось в очень тесном кругу. Дорогие мои родители, если бы вы знали, как я вас люблю. Я счастлива, что тогда, что судьба подарила мне шанс быть вашей дочерью. Я вас никогда не предам. Я всегда буду любить, несмотря ни на что. За тебя, мамочка. Спасибо, родная. За тебя, Ириша. Ура. 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 Только не надо мне сказки рассказывать. Любую ложь я почувствую. Так что можешь смело сказать, что вчера не пришел, потому что не хочешь делать мне предложение. Что ты молчишь? Вчера вечером. Умер мой отец. Что? Господи, Максим, прости, а почему ты вчера не сказал, я бы приехала? Поэтому не сказал. Не хотел вам праздник портить. Максим, я соболезную тебе. Не знаю, что еще сказать. Ничего не надо говорить. Спасибо, Лариса. Лариса. Я знаю, что ты за меня переживаешь. Я приеду к тебе сейчас. Можно? Да, конечно. Приезжай. Давай диктуй адрес, я записываю. Послушай, может Ларису разбудить? Не надо, пусть поспит. Я за нее очень переживаю. Да ладно, образуйте все, Ариша. Послушай, Юр, ты не в курсе. Только ради Бога Ларисе не проговорись, ладно? Максим ведь вчера должен был ей предложение делать. Мало того, что не приехал, так еще и не объяснил почему. Ты представляешь, что бедная девочка вчера чувствовала? Пусть хоть сейчас отдохнет. Ну да. Вчера у Максима умер отец. Господи. А почему он вчера нам ничего не сказал? Праздник не хотел нам портить. Я к нему поехала. Ларочка, подожди. Так, может, мы с папой поедем тоже, поддержим их? Правильно. Едем вместе. Спасибо. Пойдем собираться. Господи. Помяч уже. НОВАЕТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОРА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь. – Привет. – Привет. – Здравствуй, Максим. – Здравствуй. Здравствуйте. Прошу вас. Максим, мы соболезнуем тебе и твоей маме. Спасибо. Ну вот, поддержать хотели? Ничего, что мы всем скопом? Наоборот, хорошо. Поддержка сейчас очень важна. Мама как-то совсем растерялась. Проходите. Спасибо. Это вы? Галя? Что случилось? Максим, что они здесь делают? Мам, это моя девушка Лариса, а это ее родители. Как мама? Подожди, что… Максим твой сын? Максим – мой приемный сын. Господи. А… Дима… Что произошло? Из-за чего? Сердце. Сочувствуем. Мы уходим. Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Сейчас я тебе объясню. Эта женщина и есть та самая якобы мать, которая продала меня когда-то. Квартирка-то, небось, на деньги моих родителей куплена. Что? Я не понимаю. Мам! Лариса. Дочка. Я вам не дочка. Лариса, остынь. Лариса, ты, наверное, не все знаешь. Ну, почему же Лариса? Как раз таки все знает. Она знает, что вы с Демой жили бедно, но хотели красивой жизни. Лариса знает, что вы отдали ее нам. А мы вам за это хорошо заплатили. Ирина, прекрати. Лариса, послушай меня, пожалуйста. Я не хочу никого слушать. Я вас ненавижу. Вы мне жизнь сломали. Лариса, подожди. Лариса, моя дочь. И не смей приближаться. Ни к ней, ни к моей семье. А попробуешь? Я тебя уничтожу. Сочувствую Максиму. Лариса, моя дочь. ПЕСНЯ Девушка, вам куда? Здравствуйте. А на Смоленске подбросилась? Конечно, подбросилась. Лариса! 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 Господи, ну, где же ты? Черт! Галя, прости. Ну, кто же знал, что все вот так вот произойдет? Откуда взялась эта чертова статья? Какая статья? Портай ребенка. Открой бизнес. Зачем вы это сделали? Мы же вас не трогали. Галя, да мы здесь ни при чем. Богом клянусь. И журналистку эту я не знаю. Ну, зачем нам это? А Дима из этого умер. Он прочел, а у него отказалось сердце. Мам, не плачь. Я тебя очень прошу. Вы понимаете, что вы его убили? Уйдите, пожалуйста. Не видите ей плохо. Извини нас. Мамуль, не плачь. Пожалуйста. Мам... Извини нас. Мамуль, не плачь. Пожалуйста. А-а-а. Мамуль, не плачь. А-а-а. Мама... Обалдеть. Ларка, я даже не знала, что его усыновили. Какая тебе разница? Еще вчера все было хорошо, а теперь мир рушится. Ну погоди, подумаешь, главное, что вы с Максимом любите друг друга, а родители ваши, ну, договорятся как-нибудь. Это Максим. Ну возьми трубку. Нет, я боюсь. Поговори с ним, только ласково. У него все-таки отец умер. Алло. Скажи мне, статью ты написала? Какую статью? Ларис, давай не будем в игры играть, ты знаешь, какую. Максим, я не знала, что они, что все так получится. Помнишь, я тебе говорил, что месть приводит к бедам? Так вот, отец умер, прочитав эту чертову газету. Господи. Максим, я... Я даже представить себе не могла. Ты этой статьей убила своего отца. Ты понимаешь? Хорошо, тебе на него плевать. Ты ему отомстила, можешь радоваться. Но он был моим отцом тоже. Я не хочу тебя больше видеть. Ну что? Что он сказал? Отец Максима умер. Прочитав мою статью. Господи. Как же так? Я фактически убила своего родного отца. Максим ненавидит меня. Мы никогда не будем вместе. Лар, я, наверное, должна тебе слова какие-то утешительные сказать. Но они не придумываются. Это я виновата. Ты это в чем? Я должна была отговорить тебя. Да, ты ненавидела своих настоящих родителей, но... Судя по всему, они хорошие люди. Раз Максим их так любит. Любит, потому что они его не продавали. Наоборот, взяли из детдома и воспитали. Вот и я говорю. Значит, не совсем они сволочи. Это кто? Не знаю. Родители за городом через два дня будут. Игорь, наверное. Родители за городом через два дня будут. Здравствуйте. Лариса, у тебя? Да. Юрий Виталич, что с вами? Вам нехорошо? Где она? На кухне. Проходите. Папа, ты чего тут? Ну, дочка, у нас беда. Что еще стряслось? Ты когда от мамы убежала, мама за тобой. Я еще там остался поговорить. Мама на машине разбилась. О, Господи. Нет. Это неправда. Пап, зачем ты меня обманываешь? Мама погибла. Нет. Этого не может быть. Этого не может быть. Лара, Лара, Ларочка. Ваша, воды. А? Сейчас, сейчас. Быстрее. Мам. Поешь? Не хочу. Надо поесть. Отца уже не вернуть, а нам надо как-то жить дальше. Ты… Ты осуждаешь меня за историю с Ларисой? Я не имею на это права. Понимаешь, просто… Все немного не так, как тебе рассказали. Мам, мне все равно. Как бы там ни было, я тебя очень люблю. Погоди. Да, Ирина и Юрий действительно нам дали деньги, чтобы мы выплатили кредит, чтобы мы выкрутились из долгов. Понимаешь, все-таки родственники как-никак. Угу. И после этого вы отдали им Ларису. Ну, так получилось. Угу. Ирина убедила нас, что Ларисе лучше сейчас пожить в спокойной обстановке, пока мы разберемся с нашими проблемами, понимаешь? То есть, вы ей не продавали? Да нет, конечно, это чушь. Мы собирались вернуть долг Юрию и Ирине со временем. И понимали, что эти деньги в деревне мы не заработаем. Поэтому мы переехали сюда, в город. Открыли здесь свой бизнес. А Ларису мы собирались забрать, ну, максимум через два месяца. Ну, но почему вы ее потом не забрали? Ирина отказалась ее отдавать. Она сказала, что устроит нам такие проблемы, что мало не покажется. Мы боролись, как могли, но однажды ночью пришли из милиции и Диму забрали. За что? По надуманному обвинению. Ирина, она пообещала, что посадит минимум лет на десять, а вслед за ним пойду я. Она сказала, что Лариса теперь по документам их дочи. И сделать мы ничего не можем. Мам, ну, я общался с Ириной, и мы, мы даже нашли общий язык. Ну, ну, не похожа она на такую акулу. Ну, как же тебе объяснить она? Она не могла иметь детей в то время, понимаешь? А Лариса — родная кровь. Она прикипела к ней и собиралась бороться за нее до конца. Мам, ну, не плачь. Все нормально. Мы ничего не могли сделать. Связь, Ирина и Юрий, на самом верху. Большие деньги. И мы отступили. Никогда себе этого не прощу. Расследовка. 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 Спасибо за просмотр. Удачи. Слышите. Тебе чего? Нам нужно поговорить все вместе. Где Ирина Сергеевна? Моя мама погибла. Разбилась вчера на машине. Это всё из-за вас. Ненавижу всю вашу семейку. Идите к чёрту! Юрий Витальевич, простите, я не знал. Соболезнен. Спасибо. Максим, ты извини. Не до тебя сейчас немного. Я знаю всю правду. Как Лариса оказалась в вашей семье. Мне мама всё рассказала. Лариса должна об этом знать. Максим, мы поступили тогда плохо. Очень плохо. Я виноват в том, что не остановил Ирину. Просто в моей жизни не было человека дороже. Сейчас всё изменилось, Ирины больше нет, но я тебя очень прошу. Не надо чернить перед Ларисой её память. Но теперь перед Ларисой очернена моя мать. Это несправедливо. Я подожду какое-то время, но... Лариса должна узнать всю правду. Простите. Простите. Да. Егор Андреевич, можно? Иди сюда. Ну, быстрее, быстрее. Ага. В новой квартире ремонт затеял. Как тебе интерьерчик? Стильно. Очень даже. Чего хотел? Дмитрий Новиков умер. Да ты что, надо же как. Жалко человека. Но мы же не виноваты. Абсолютно. Это что ж получается, вдова сейчас в расстроенных чувствах. А давить на расстроенную человека гораздо проще, чем на человека, довольную жизнью. Смекнул? Давить? Кого? В завгу. Ты, Астахов, я вижу, беспредельщик. Давить я сам буду. А ты пока найди мне автора этой статьи в газете. Хорошо, я тогда пойду. Иди, иди. Время пошло, а? Доченька, мне надо заняться похоронами. Все оформить. Ты отдохни, я поеду. Я с тобой. Нет, доченька, не надо. Доченька, для тебя это только лишняя травма. Ты лучше в доме приберись. Ладно? Конечно. Ещё вчера мы были все вместе, отмечали день рождения мамы, она была в этом платье, помнишь? Да. Это было такое счастье. Почему я только теперь это понимаю? Редко мы ценим то, что имеем. Неправда. Ты маму всегда любил и ценил. А вот я спорила. Злилась на неё. Ненавижу себя за это. Дочка, это нормально. Дети всегда ссорятся со своими родителями. По-другому не бывает. Уже ничего не вернёшь. Мы больше не поговорим с ней по душам. Я не расскажу ей свои секреты. Она больше не порадуется за меня. Моя мама. Моя самая настоящая мама. Тихо, тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам чего? Я не принимаю. Всё завтра. Меня вам придётся принять. А, вон оно что. Префектура пожаловала. Она самая. Девочки, погуляйте, пожалуйста. Да, конечно. Ну, про вашего начальника мы вроде ничего не писали. И слава богу. Я по поводу статьи. Про семью Новиковых. Да. И чем они вас заинтересовали? Мне нужны координаты журналистки, которая написала эту статью. Извините, но подобную информацию мы не распространяем. Я могу долго вам рассказывать про то, как быстро вы вылетите с работы, и про остальные ужасы, которые случатся с вами. Вам это надо? Нет. Видите, как хорошо, что мы понимаем друг друга с полуслова. Да. Да, но она хорошая девочка. Она просто хотела отомстить Новикам, которые её продали. Так это и есть их дочь? Да, она так сказала. Координаты. Пожалуйста. А, забыл сказать. Не надо звонить Ларисе. С ней ничего плохого не случится, я обещаю. До свидания. Да, и вам всего доброго. Вот это поворот. Значит, эту статью написала та самая дочка Новиковых, которую они продали. И, судя по тону статьи, она их ненавидит. Мне нужна эта Лариса. С её помощью я быстро дожму эту Новикову и заставлю подписать продажу. Все координаты Меркурьевой я уже пробил. Только она сейчас в трауре. Неужели по папаше, которого она так ненавидела? Нет. Просто у неё только что мать в ДТП погибла. Приёмная. Угу. Надо же как. Всё одно к одному. Но мы же не звери. Не. Подождём пару дней. Угу. Она просто глупая девчонка. Она обиделась. Не знаю, что я чувствовал бы на её месте. Я её просил никому не мстить. Теперь умер мой отец. Погибла её мать. Лариса даже не думает, что она сама запустила эту трагическую цепочку. Своими же руками. Лариса. Нет. Я не смогу простить её. Понимаю тебя. Мама. Спасибо. Спасибо. Лари. Ларис… Лариса, сегодня.... …Диму хоронят. И что? Что? Ну, может, поедешь, поддержишь Максима? Он-то парень хороший, точно ни в чем не виноват. Может, и не виноват, но поддерживать я его не буду. Между нами все кончено. Это все наша вина, наши ошибки. Обратили дело в свое время. Вы тут ни при чем. Если бы не вы с мамой, может, жила бы я в детдоме. Либо они продали меня кому-нибудь другому. Вы ни в чем не виноваты. Лариса, понимаешь, все не так однозначно. Папа, я знаю, что ты у меня миротворец, но не надо никого защищать. Я их никогда не прощу. Все, не будем об этом. Я, наверное, в универ пойду, ладно? Не могу дома. Да, конечно, это ты правильно решила. Там жизнь, люди. Не нужно замыкаться в себе. Нужно жить дальше. Может, и тебе на стройку съездить? Ты же всегда сам всем руководил. Отличешься от мрачных мыслей. Нет, заместители без меня прекрасно справляются, по всем вопросам звонят. Еще недельку дома посижу. Соболезнования эти слышать не могу. Давай. Спасибо. Ребят, вы… Вы поезжайте в ресторан. Скоро люди начнут собираться на поминки. Нужно проконтролировать. Я… Я сама приеду, такси возьму. Хорошо, Галина Викторовна. Мам, если что, звони. Обязательно. Давай, сыночек. Добрый день, Галина Викторовна. Что вам нужно? Хотел выразить вам свои соболезнования. Спасибо. Это все? Нет, конечно. Я тут вашу дочку нашел, которая про вас статью написала. Вот думаю, с ее помощью раскрутить скандальную историю, заполучить таки ваш ресторан. Не привык ей отступать. Послушай, ты… Не смей приближаться к моим детям. Галина Викторовна, я вас не узнаю. Оказывается, вы умеете быть резкой? Подойдешь к Максиму или Ларисе. Узнаешь, до какой степени. Она вас подставила, вы ее защищаете. Не понимаю. А вы и не поймете, вам не дано. Лариса моя дочь. И я ее буду защищать всеми возможными и невозможными способами. Чего бы мне это не стоило. Даже если меня посадят. Лариса, здравствуй. Лариса, здравствуй. Лариса, здравствуй. Лариса, подожди. Что вам нужно? Я хочу выразить соболезнования по поводу смерти Ирины. Маму два дня назад похоронили. Что-то припозднились вы со своим сочувствием. Причем я в нем совсем не нуждаюсь. Лариса, подожди. Я хочу объясниться. Прощения у тебя попросить. Мне ваши объяснения не нужны. Я вас никогда не прощу. Оставьте меня в покое. Хорошо, я понимаю. Одна только просьба, пожалуйста. Ну, я прошу тебя, сторонись ты этого Кириллова. Это чиновник. Он очень опасный человек. И что ему от меня нужно? Он узнал, что ты моя дочь. Что ты написала статью. Он хочет отобрать ресторан мой и для этого тебя использовать. Вот оно что. За ресторанчик свой переживаете? Да плевать я хотела на ресторан. Я за тебя переживаю. Он страшный человек. Ради своей цели он готов на что угодно. Я мечтаю, чтобы вы разорились. Мечтаю отомстить вам за все. Это будет справедливо. Больше никогда ко мне не подходите. Моя мама, настоящая мама погибла. Да. Вы мне никто. Мам, я дома. Мам, ты опять? Я не могу видеть, как ты все время плачешь. Отца уже не вернуть. Я за тебя сильно переживаю. Я с Ларисой виделась. С Ларисой? Зачем? Хотела ей все объяснить, рассказать правду. А она что? Ничего. Даже слушать меня не стала. Прогнала. Она ненавидит меня. Она просто не знает, как все было на самом деле. Она даже не хочет дать мне шанс все ей объяснить. Мам, не плачь, пожалуйста. Я попробую решить эту проблему. Все образуется. Я тебе обещаю. Привет. Привет. Ларис, нам нужно с тобой поговорить. А стоит ли? Ты должна знать кое-что важное. За мамочку свою заступаться прибежала. Даже если и так. Ты считаешь это ненормально? Я уже все ей сказала. Отстаньте от меня. Ларис, я не хочу ругаться. Я просто хочу поговорить. Может, посидим в кафе? Здесь же недалеко. У меня есть двадцать минут. Уложимся. Добрый день. Что-нибудь сразу закажете? Добрый день. Чай. Кофе. Хорошо. Ну, и о чем ты хотел со мной поговорить? Мама переживает, что ты ее ненавидишь. Надо же. Она ожидала чего-то другого. Прощение может заслужить каждый человек. Особенно, если он не так уж виноват. Не виноват? Ты о чем? Или хочешь рассказать мне сказку, что мои родители меня выкрали, а Галина и Дмитрий меня пытались всю жизнь найти? Примерно так и было. Галина и Дмитрий отдали тебя всего на пару месяцев. За это время они должны были уладить все свои проблемы. Но Ирина подделала документ, свидетельство о рождении. И обратно тебя не вернула. А деньги? Они на семью Новиковых с неба свалились? Ну или, может, они там клад нашли? Деньги они брали в долг. Так чего не вернули? Мама с отцом пытались. Они очень хотели тебя вернуть, но Ирина им угрожала. И денег обратно не взяла. Все, хватит. В эту чушь я никогда не поверю. Твоя мамаша сейчас придумает все что угодно, лишь бы выглядеть чистенькой. Но я не позволю очернять мою маму. И исчезнете уже все из моей жизни. Ваш заказ? Спасибо, не нужно. Счет принесите, пожалуйста. Да, конечно. Пап! Пап, ты дома? Пап, а что за история с тем, что мама забрала меня обманом? С чего ты это взяла? Максим рассказал. Чего ты молчишь? Это ложь, дочка. Подлая ложь. Не верь никому. Мы рассказали тебе правду. Я этого так не оставлю. Ты о чем? Не важно. Лариса, погоди. Ты что задумала? Все нормально, пап, я в универ опаздываю. Я не могу больше жить с этим камнем на шее. Это… Это мучение какое-то. Да я тебя понимаю. Ну, раз понимаешь, давай все расскажем Ларисе. Я хочу мира и спокойствия. Так будет лучше для всех. Я уже не знаю, что для нас лучше, а что нет. Столько навалилось. Да. И как с этим справиться? Дима умер. Ирина погибла. Но ведь и с нами может что угодно случиться в любой момент. А Лариса всю жизнь будет меня ненавидеть. А если она узнает правду, то Ирину возненавидит. Этого не случится. Она все поймет. Я лучше знаю свою дочь. А я ее чувствую. Я ее родила. Ладно. В общем, Галя, приезжай к нам домой. Адрес ты знаешь. Посидим, выпьем, поговорим по-людски. Может, и образуется все. Конечно, приеду. Я думаю, что если Лариса меня выслушает, она все поймет. А еще было бы здорово, если бы они с Максимом помирились. Я вижу, как он страдает от того, что они не могут быть вместе. Ларка тоже переживает, только виду не подает. Ну, я-то знаю. Вот видишь, мы можем сделать доброе дело для наших детей. А мы ведь для этого и живем. Ну что, до завтра. До завтра. До завтра. Пока. Пап. Да, дочка. Такое чувство, будто гостей ждем. Да нет, никого мы не ждем. Просто посидим, отдохнем от всего. А то последнее время столько навалилось. Жалко, что мамы с нами нет. Да. Она так вкусно умела готовить, а я не успела у нее всему научиться. Здорово, когда накрыть стол с нормальной едой, как раньше. А то мы с тобой в последнее время только на бутербродах. Это моя вина, прости. Обещаю, теперь буду готовить сама. Удачи. Готовить учиться нужно. Научусь. Я отвечу? Да, конечно. Слушаю вас. Лариса, рядом? Да. Я немного задержусь, на работе суета. Понял вас, хорошо. Да. Кто звонил? Да из офиса. Не бери в голову. Ну что, может, по маленькой? Давай. Дали мне вина. Чуть-чуть. Да. Ну что там у нас? Егор Андреевич, Меркурий, вы дома. Пикник у себя устроили. Ну это хорошо, что дома. Шума будет меньше. Тем более там частный сектор. Дома с большими заборами. Парням что делать? Ждать удобного момента. Но эту Ларису нужно схватить там, чтобы все по-тихому. А потом? Потом? Потом наша Новикова, которая так любит свою дочку Иуду, выложит все свои рестораны быстро и бесплатно. Это точно. Подпишет все, как миленькая. Да. Пап, мне не нравится, что ты много пьешь. Дочка, не волнуйся. Я просто… Ну нелегко теперь. Мне тоже непросто. Но я же не спиваюсь. Ты что, хочешь сказать, что я алкоголик? Я хочу сказать, хватит пить. Давай бокал. Чего ты, Лар? Я пойду прогуляюсь. Свежим воздухом подушу. Ладно. А я вздремну пока. Ты, когда вернешься, разбуди меня. Хорошо? Угу. Хорошо. Пошли. 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 Отпустите ее! Немедленно отпустите! Помогите! Отпустите! Папа! Отпустите ее! Отпустите! Папа! 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 Кто-нибудь! Папа! Помогите! Кто-нибудь! Папа! Папа! Дочка, господи, что случилось? Галину ранили. Называй скорую. Сейчас, сейчас. Папа! Алло! Скорая? Папа! Почему ты сразу не рассказал мне всю правду? Я понимаю, почему мама этого не сделала, но ты-то мог сказать мне всё как есть? Духу не хватило. Мне казалось, ты станешь осуждать маму. А ведь так бы и было. Нет. Я очень любила её. И сейчас люблю. И никогда бы не стала её осуждать. Но, если бы ты рассказал мне всю правду, Галина не была бы сейчас здесь. Да, я виноват. Мы все виноваты. Мы взрослые наворотили, не поймёшь чего. А наша мама расплатилась. И вы, и наши дети, продолжаете. Дочь. Ты простишь меня? Папочка. Я очень тебя люблю. И никогда не стану ни в чём винить. Как она? Пока. Пока без сознания. Туда нельзя. Я всё равно пойду. Максим. Дай им хоть пару минут. Максим. Простите меня, пожалуйста. Надеюсь, что вы слышите. Вы можете ненавидеть меня. Вы можете ненавидеть меня. Только, пожалуйста, не умирайте. Я сама всё натворила. Мой дурацкий характер. Девочка моя, ты родилась весной под знаком Луны. А значит, ты у меня смелая, решительная и упрямая. Если вы умрёте, я… Я никогда себе не прощу. Ты ни в чём не виновата. Это я расплатилась за свою слабость и безволие. Ну, если бы я не стала мстить, все были бы живы. Как мне теперь с этим жить? Счастливо жить. Вы с Максимом любите друг друга. Я это чувствую, я же мама. Я хочу… Мы хотим, чтобы вы были вместе. И пусть все проблемы останутся позади. Простите. Ну, что ты стоишь? Давай за ней. Бегом. Галь, ну ты как? Жить буду. Ларис. Ну, что ты? Все же хорошо. Ничего не хорошо. Ты был прав. Не надо было никому мстить. Я не послушала. И что теперь? Лариса. Дмитрий умер. Моя мама разбилась. Галина чуть не погибла. Ты никогда меня не простишь и будешь прав, потому что я сама себя никогда не прощу. Я уже простил. Потому что я очень тебя люблю. Ларис, можно я буду называть тебя своей дочкой? Конечно. Мне будет очень приятно. Только я не смогу вас мамой называть. Не надо. Я… Я понимаю, что твоей настоящей мамой была Ирина, и я не претендую на то, чтобы ты меня так называла. Спасибо. Ну что, папа поговорил? Да. Есть хорошие новости. Бандитов нашли? Нашли. Все-таки у меня знакомые посерьезнее, чем этот Кириллов. Они признались, что он их нанял? Нанял их Астахов, помощник Кириллова. Но я верю, что в конце концов их всех выведут на чистую воду. А главное, что этот Кириллов от тебя отстанет. И от твоих ресторанов. Да и от нас всех тоже. Отлично. Спасибо, Юр. А у нас есть новость. Мы с Ларисой решили пожениться. Просим вашего благословения. Вот это действительно прекрасная новость. Пап, ты не против? Да что ты, как я могу быть против? Наоборот, я очень рад за вас. Я… Я хочу поднять бокал за то, чтобы вы были самой счастливой парой на всем свете. Спасибо. Вообще-то я больше не выпиваю, да и сегодня не собирался, но… По такому случаю я с вами. Один раз дочку замуж выдаю. Горько! Ну, пап. За вас. Никогда уже внуками порадуете. Да. Никогда его обжарить, да. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok